Всем привет, с вами Максим и проект Ferrum Life. Это уже вторая попытка сделать распаковку для UMI+. Потому что первую, к сожалению, испортил мой компьютер. Поэтому это будет даже не обычная распаковка, а распаковка плюс опыт использования в целый один день. Поэтому давайте наконец-то приступим и посмотрим, что у нас изображено на коробке. На лицевой части коробки изображен логотип производителя. Слева, справа, сверху и снизу больше ничего нет. Не считая наклеечки, которая находится на нижней части коробки. На которой изображены основные характеристики данного устройства. А именно процессор от Mediatek MT6755M 4 гигабайта оперативки, 32 встроенной. 5,5 дюймовый экран с Full HD разрешением, 4000 мАч батарейка. Больше ничего здесь интересного нет, поэтому давайте приступим к комплектации. Внутри коробки нас сразу же встречает смартфон. Изначально он был в пленках, но так как это уже второй дубль, их нет. Они ждут под смартфоном. Дальше нас ожидает вот такой вот конвертик с логотипом производителя. В котором лежит дополнительная документация, а именно Quick Start Guide. Дальше нас ждет скрепка для извлечения лотка под сим-карты. Мы ее ненадолго отложим. Внутри специального углубления лежит адаптер питания на 1,67 А. Но эта зарядка поддерживает технологию Quick Charge, поэтому заряжаться он будет явно достаточно быстро. Также внутри нас ожидает вот такой замечательный USB Type-C кабель. Отличается от обычных штекеров он тем, что в нем установлен удлиненный коннектор, который обеспечивает крепление самого кабеля внутри разъема в телефоне. Обычные кабеля, скорее всего, не подойдут, так как они будут слишком короткими. Больше ничего интересного в этой коробочке нет, поэтому давайте приступим к самому смартфону. Вот таким вот образом выглядит задник устройства. Почти вся задняя панель выполнена из куска алюминия, так же, как и торцы данного устройства. Помимо основной камеры, а также сгвоенной вспышкой, здесь присутствуют две пластиковые вставки, которые немного выпирают из корпуса. На правой грани присутствует кнопка питания, а также качели регулировки громкости. На левой же находится программируемая кнопка, а также лоток под сим-картой. Как мы видим, лоток у нас гибридный, с возможностью вставить или две симки микроформата, или одну симку и карту памяти. Кстати, качество приема и передачи голоса хорошее, но вот сеть он периодически теряет. На верхней грани смартфона находится разъем для подключения гарнитуры. На нижней размещены порт USB TFC и две зоны перфорации под мультимедийный динамик и микрофон. На нижней части фронтальной панели нас ожидают две сенсорные кнопки и одна сенсорно-механическая. Сенсорные клавиши никак не отмечены, также отсутствует и подсветка, но опять же, методом тыка их легко найти и к этому быстро привыкается. Над экраном находится фронтальная камера, разговорный динамик, датчики приближения и освещения, а также светодиод происходящих событий. Так как я им пользуюсь уже день первого запуска и быстрой настройки не будет, поэтому давайте перейдем сразу же к углам обзора дисплея. Как мы видим, углы обзора достаточно широкие, но всё же чёрный становится немного блеклым под экстремальными углами. И давайте сразу же посмотрим, какой у нас здесь диапазон регулировки яркости. Но для начала проверим, не включена ли адаптивная регулировка яркости. Да, она выключена. Смотрим максимальное значение. И минимальное. Как вы сами видели, диапазон регулировки яркости узкий. Минимальный уровень завышен и ночью он реально слепит глаза. Единственное, что забыл, так это сказать про олефобное покрытие, которое здесь очень хорошее. Если экран сильно залапанный, протёрли спокойно об футболку и экран чистый, можно спокойно пользоваться дальше. Кажется, пришло время посмотреть на производительность аппарата и проверять её мы будем при помощи Antutu. Как вы сами только что видели, Antutu оценил железо Yumi Plus почти в 50 тысяч баллов. Как для такой начинки, это неплохой результат. На этом мы сейчас и посмотрим, и проверять мы будем при помощи танков. Танки уже запустились, но давайте посмотрим, какие здесь у нас установлены параметры графики. Стоят средние, и на них и будем смотреть. При запуске показатель FPS был 7, уже 16. FPS 33 36 42 31 FPS упал до 22-25 И пока что никакого экшена нет. FPS 15 21 FPS 42 FPS держится на уровне 30-33 кадров FPS 29 FPS 31 42 Ну что ж, как мы видим, танки лагают на средних настройках, и это не даст вам наслаждаться игрой на этом устройстве. И пришло время посмотреть на фото возможности данного аппарата. Сейчас на своих экранах вы видите примеры фото, снятые на Yumi Plus. На большом экране я их не видел, поэтому прокомментировать их качество я не смогу. Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете о камере данного аппарата. Пока что это все, что я могу сказать про данный девайс. Если у вас появились какие-то вопросы, не стесняйтесь и смело задавайте их в комментариях под этим видео, и мы ответим на них уже в полноценном обзоре. Как всегда, ссылки на товар и кэшбэк, который будет помогать вам экономить на покупках в интернете, ждут вас в описании к этому видео. На этом у меня все. Не забываем поставить лайк и подписаться на канал. Всем спасибо за просмотр. Пока!